Добрый день, сейчас мы сделаем пакеттрейсер 11.10.1. Как всегда, загружаем пакеттрейсер из учебника в Netacad, ждем пока он загрузится, открываем его, ждем пока загрузится сам пакеттрейсер, и если у вас появляется окно входа в как на Netacad, входите под своим логином паролем Netacad, сейчас он загрузится, все, у нас тут есть user profile, вводим свое имя, фамилию, почту и группу, нажимаем ok, и yes, оно сейчас обновится, вот у нас открылось задание, так, у нас тут есть вот такая вот сеть, и нам дам только IP-адрес общий, и нам нужно будет разделить вообще этот IP-адрес на все устройства, и все устройства настроить, вот, вот такое вот это задание, тут особо показывать эту штуку нет смысла, я ее давайте просто уменьшу сразу, чтобы смотреть просто баллы, закреплю сверху где-то вот тут вот, с краешку, и будем смотреть просто на баллы в ней, хорошо, что нам нужно, как всегда у нас есть вот такая вот табличка под сетей, то есть как мы их можем разделить, и мы вот смотрим, сколько нам нужно хастов на определенную под сеть, и разделяем под сети, и вот тут вот я, конечно же зря, как всегда, скрыл, и здесь у нас указано, для какой под сети, какие нужны, так сейчас, где-то это было, вот, тут говорится, какие нужно использовать сети для конкретных устройств, то есть под сети, как их разделить, так, там первая самая большая для такого-то, та для такого-то, и так далее, вот, и каким устройством, какие адреса назначать, но это все вы можете прочитать, я уже это все сделал, и сейчас объясню, итак, у нас есть вот такая табличка, и вот наши под сети, нужные нам, смотрим, у нас есть вот такое разделение, так, есть у нас роутеры, два роутера, у нас есть общая сеть между двумя роутерами, вот она, а между двумя роутерами нам нужно два устройства, сеть с двумя устройствами, как всегда смотрим по табличке, сеть с двумя устройствами, это слэш 30, у нас всего два устройства, но при этом мы можем кучу разных сетей, то есть минимальный занимаем процент от всей сети, слэш 30 мы используем, вот такой вот IP-адрес, потом, вот эта вот сеть, где R1, то есть ремоутер 1, вот эта вот сеть, нам нужно 5 хостов, как видим, мы используем сеть 192 в конце маски под сети, 192 это слэш 26, так, давайте с самого большого, R2, ремоутер 2, у нас 47 хостов, то есть нам нужно использовать сеть 192, вот она, 62 хоста у нас как раз подходит, и мы можем такие две сети создать, потом у нас, вот поэтому мы эту сеть и используем на две вот эти вот штуки, то есть две сети, так, мы давайте сверху идем, мы нашли вот эту вот сеть 192, сколько у нас здесь IP-адресов всего, то есть не устройств, а именно IP-адресов, у нас здесь 192, у нас тут 64 адреса, 64 красненький вот, мы добавляем к вот этому IP-адресу 64, получаем вот этот адрес, это следующий, от которого мы будем отходить, вот, нам нужно 28 адресов, мы берем слэш 27, потому что у нас тут 30 адресов, и используется 3 бита, 224 маска под сети, мы ее используем, и у нас тут сколько, 32 адреса всего, 32 адреса мы добавляем к 64, получаем 96, это следующее, от чего нам нужно отталкиваться, то есть таким образом мы разделяем сеть на под сети, 96, нам нужно 11, используем маску ту же, которая тут, потому что у нас тут, мы разделили этой маской на сколько получается, 3 в квадрате на 8 под сетей, то есть мы можем использовать 2 из этих под сети для вот этих двух устройств, это, если что, все тут описано, и, ну, и для вот этого оставшегося, мы можем использовать вот эту вот, так вот эту вот под сеть, то есть мы разделили там на, получается, 4 под сети, и одну из них используем для этого, опять-таки, мы используем 224 маску, здесь у нас, то есть, если вы видите, у нас она комбинируется по устройствам, HQ это у нас последнее устройство, оконечное, то есть устройство, ну нет, у нас это, короче, у нас 4 подсети. Для подсети HQ используется одна маска подсети, для устройства R используется другая маска подсети. Просто она, ну делится маска подсети от самого большого к самому маленькому. Вот, надеюсь понятно. А почему мы используем такие подсети для одинаковых, потому что так условия, то есть одинаковые нужно использовать. Фух, надеюсь понятно объяснил. Все. И получается я объяснил то, как мы все эти сети разделили. Хорошо, дальше. И мы вот по вот этому разделению, мы составляем полностью таблицу адресаций. Тут вообще никаких проблем нету. Смотрим какой у нас роутер, HQ, сеть большая HQ. Мы смотрим у нас G00, у нас идет HQ1. HQ1 у нас, HQ1, вот такая вот подсеть, 192.1.96. Вот, берем первый возможный, то есть тут у нас первый возможный и последний возможный. Берем первый возможный этой сети, это 97. И поэтому тут 97. Ну и маска подсети, так, 240. Тут все понятно. Хорошо, давайте приступать к настройке. Сейчас мы будем открывать устройства одно за другим и настраивать их просто. Начнем с HQ, наверное. HQ открываем. Enable Configure Terminal. Интерфейс G00. Закреплю сверху. И открываем таблицу адресации. И настраиваем G00. Смотрим. Копируем. IP адрес. Вставляем. И маска под сети. Для G00. Вставляем. Notion Down прописываем. Готово. Интерфейс G01. IP адрес. Выделяем. Копируем. Вставляем. Вставляем. И этот. Копируем. Вставляем. Notion Down. И тут нам нужно настроить еще серийный. Интерфейс S30. IP адрес. Смотрим IP адрес. Копируем. Вставляем. То есть если вы заготовите заранее вот такую таблицу адресации. Будет очень просто все просто скопировать и вставить. Notion Down. Все. Это мы включили. 18 баллов. Давайте чек разобьем. Asset Items. И да. Эчки мы полностью правильно настроили. Нам осталось настроить все оставшиеся устройства. Сказал осталось. Как будто осталось немного. Но осталось еще много. Давайте сначала с роутеров начнем. Теперь. Remote Router. Enable. Configure Terminal. Интерфейс G00. Как всегда с него начинаем. Закрепляю сверху. Открываем таблицу. Итак. Remote G00. Копируем вот этот адрес. IP адрес. Вставляем. Адрес. И маску под сети. Копируем. Вставляем. Notion Down. Прописываем. Готова. Интерфейс G01. Так. G01. Копируем. IP адрес. Вставляем. Копируем это. Вставляем. Notion Down. Готово. Интерфейс S300. Серийный порт. Между двумя роутерами. Копируем. Вставляем. Так. IP адрес сначала не вставил. IP адрес. И маска под сети его. Такая же как и у первого. Так. Не туда вставил. Нужно стрелочками до конца довести. Все вставить. Notion Down. Все. Если я правильно сделал. То у нас сейчас чек раздался. Items. Все должно быть правильно настроено. В ремоуте. Да. Тут тоже мы все правильно настроили. Хорошо. Давайте настраивать дальше. Так. Каждый раз нужно располагать. Но все-таки лучше проверять. Хорошо. Давайте с HQ продолжать. HQ1, HQ2, Remote1, Remote2. Вот так вот пойдем. Так. HQ1. Enable. Confinger Terminal. Интерфейс VLAN1. Он у нас один. Только VLAN. Так. IP адрес. Смотрим таблицу адресации. Это у нас HQ1. Копируем. Вставляем. Как видите мы идем просто по порядку по всем устройствам в этой таблице. Paste. Ввод. Notion Down. И давайте выйдем. IP Default Gateway. Копируем Default Gateway. Default Gateway. Просто смотрим к какому интерфейсу подключен он по топологии. И берем адрес этого интерфейса. Все просто. Понятно. Так. Default Gateway прописали. HQ1 настроили. Давайте HQ2 теперь настраивать. HQ2. Enable Configure Terminal. Так. Интерфейс VLAN1. Так. Интерфейс VLAN1. Смотрим IP адрес. А ну да. IP адрес. Так. Это у нас HQ2. Копируем IP. Вставляем IP. Копируем маску. Вставляем маску. Вводим. Notion Down не забываем. Выходим. И IP Default Gateway тоже прописываем для HQ2. Вот он. Paste. Вводим. Готово. HQ2 мы настроили. Так. Теперь Remote 1. По порядку. Повторять идем. Enable Conf Temp. Интерфейс. Так. Интерфейс VLAN1. IP адрес. Как у нас IP адрес. Копируем его. Вставляем. И маска под сети. Копируем ее. Вставляем. Готово. No shutdown не забываем. Выходим. И IP Default Gateway. Я выхожу только что в Default Gateway через таб прописан. Так. IP Default Gateway. Для R1. Копируем. Вставляем. Готово. Remote 1 настроили. Теперь Remote 2. Enable Configure Terminal. Интерфейс VLAN1. IP адрес. И смотрим какой у нас IP адрес. На вот этом. Копируем. Вставляем. Копируем. Вставляем. Notion down. Exit. IP Default Gateway. И Default Gateway вставляем. Копируем. Вставляем. Все. Мы полностью настроили. Получается все роутеры. Давайте чек развод сзажим. Ничего ли я не забыл. И да. Как видите. Везде галочки. Кроме компьютера. Нам осталось только их настроить. Отводим сюда. И давайте по-быстрому их настроим. Жалко нельзя этот поверхность закрепить. Но не важно. Так. Как они у нас идут. Вот я их прописал по номерам. То есть чтобы VS эти. Это все меняется в этом задании много раз. Поэтому я прописал по номерам. Хорошо. Так. Убираем этот компьютер. И просто вставляем все его данные. Все. Первый настроен. Закрываем. Потом 145 у нас идет. Какой же ты. Приконфигурация. Так. 145. Копируем. Вставляем. Копируем. Вставляем. Копируем. Вставляем. Видите в этом задании нужно в основном копировать, вставлять. И чтобы этой дурней вынимается. Можно просто использовать DHCP. Что в принципе все делают. Это задание просто для понимания того. Как вообще работает IP адресация. Понимать это нужно. Но вот это вот настраивать конечно же никому не хочется. Поэтому все используют DHCP. Все. Нам остался последний компьютер. Открываем его. Открываем его. IP конфигурация. Мы очень близко к завершению этого долгого процесса копирования всех значений из таблицы. Все. Как видите мы все настроили. У нас 100%. Можно нажать Check Results. Assessment Items. И увидеть что тут везде стоят у нас галочки. Вот. Мы все выполнили. Надеюсь у вас тоже все получилось. Разделить на подсети как видите совсем не сложно. Главная сложность просто это все копировать потом долго. А на этом все. Пока.